Всем привет! Здесь я хочу представить, что можно попробовать сделать, если каждый раз при включении Smart TV, будь то цифровой приставки или игровой консоли, приходится вводить логин и пароль для подключения к интернету по Wi-Fi. У меня такая проблема наблюдается на представленном телевизоре LG. Возможным решением сложившейся ситуации, при условии, если беспроводная связь осуществляется через роутер, либо точку доступа, может быть небольшое изменение настроек указанных устройств. Для того, чтобы зайти в их меню управления, нужно узнать IP-адрес и данные для авторизации. Зачастую таковые можно найти с обратной стороны девайса в представленном исполнении или же данном. Конечно, они будут актуальны, если ранее при настройке их не меняли. Как вариант, адрес маршрутизатора можно узнать на компьютере, подключенном к сети через него. В таком случае на рабочем столе, кликнув правой клавишей мыши по сетевому значку и выбрав представленный пункт, в открывшемся окне переходим к настройкам параметров адаптера. Здесь следует дважды кликнуть по сетевому интерфейсу, через который приходит интернет. В новом окне нажимаю сведения. Тут преимущественно шлюз и является искомым адресом. Узнав IP-шник, в текущем случае маршрутизатора, открываю браузер и ввожу его в адресной строке, а также имя пользователя и пароль. У меня веб-интерфейс выглядит данным образом, у вас он может быть совсем иной. Но вне зависимости от этого, следует перейти в настройки беспроводной сети. Тут при условии, если канал указан автоматический или оптимальный, то его следует заменить на постоянный. На мой взгляд, лучше выбрать один из последних, так как они, вероятнее всего, будут меньше заняты. Конечно, можно воспользоваться анализатором сети и посмотреть, какие каналы свободны. Сделав изменения, их остается сохранить. Теперь, включив Smart TV, скорее всего, при попытке запуска какого-либо приложения, работающего через интернет, доступа к нему не будет. В таком случае, еще раз придется заново выполнить подключение к беспроводной сети. После чего, убедившись, что доступ имеется, в качестве проверки выключаю телевизор и включаю его обратно. Немного подождав, когда он прогрузится, запускаю в очередной раз приложение для просмотра онлайн-телевидения. Как можем видеть, оно сразу запустилось. Также, если Smart полностью отключить от электросети, при его включении он сам автоматически подключится к Wi-Fi. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.